Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете о том, что похоронили мужа и что вините себя. Вы пишете о том, что ваш муж страдал алкоголизмом, что на своем родине он начал пить, что вы его искали, что вы ему звонили, он от вас спряпался, его организм не выдержал, он умер. Вы вините себя и думаете, что если бы вы его все-таки нашли, если бы не подали на развод, то смогли бы его спасти. Просите помочь, ибо так дальше жить уже не можете. Ну, во-первых, я вам соболезну, не соболезну вашей утратой. Я думаю, что в первую очередь вам необходимо утрату пережить и пройти все соответствующие стадии переживания и утраты близкого человека. Вот, например, сейчас у вас идет стадия отрицания или богоборчества, когда человек отрицает факт того, что смерть другого являлась неестественной. И что, вообще-то говоря, смерть человека это неестественный фактор. И смерть от болезни с точки зрения продолжения жизни человека является также естественной. Потому что человек делает свой выбор в пользу алкоголя. Это его выбор. Естественным следствием потребления алкоголя в больших количествах на регулярной основе является алкоголизм и, соответственно, является смерть. Нужно понимать, что некоторые люди в силу своих генов предрасположены к алкоголизму достаточно сил. Вот. Но вы эту стадию не прошли, стадию отрицания. И поэтому вам тяжело, практически невозможно двигаться дальше. Психолог вам эту стадию может помочь преодолеть, пройти ее, прожить. Но это можно сделать непосредственно в индивидуальной беседе с вами. Потому что это работа непосредственно с вами. Это не такая история, что вот вы послушаете мой ответ или ответ коллег, и вам сразу станет легче. Дальше. Вы говорите о том, что я чувствую вину за смерть мужа, потому что, подав на развод, я оставил его одного. И, несмотря на то, что пытался его найти, пытался его спасти, звонил ему, он от меня обрятался и умер. Почему-то вы игнорируете в своем, в своей вот этой вот логической цепочке, вы игнорируете факт того, что муж от вас прятался. И чтобы вы его спасли, он, в общем-то, явно не хотел. То есть вы игнорируете выбор другого человека, вы игнорируете выбор человека остаться наедине с алкоголем и, соответственно, умереть. Это первое. Второе. Вы хотите его спасти. Вот тот факт, что вы хотите его спасти, говорит о том, что вы находились в отношениях с алкоголиком в зависимом. То есть алкоголик это зависимый человек, вы, находясь в отношениях с алкоголиком, являетесь все зависимым. Алкоголик является жертвой, вы его пытаетесь спасти. То есть здесь у нас треугольник Карпмана. Суть которого заключается в том, что все находящиеся в нем люди являются жертвами. То есть людьми, не несущими ответственность в первую очередь за себя, а берущими ответственность за другого. Как, например, делает это спаситель. Вот вы спаситель, вы берете ответственность за другого человека, но не несете ответственность за себя. И важно понимать, важно понимать, что подобная роль, роль спасителя, роль созависимого партнера появляется не сразу и не случайно. Зачастую подобная история возникает из-за обесценивания себя, из-за страха собственной неудачи, из-за не отреагированной агрессии, то есть не отреагированной, не выраженной защиты себя и своих интересов. Из-за соответствующих болезненных отношений, прошу прощения, в своей семье. То есть когда, например, в семье не уважались личные границы, когда в семье не уважался выбор каждого конкретного члена семьи. И, в общем-то, когда интересы одного члена семьи ставились выше интересов других членов семьи. Таким образом, ваше чувство вины, это не отреагированная агрессия по отношению к тем, кто вас подавлял. И вряд ли это был муж, потому что, как правило, муж это уже фигура, вызывающая соответствующее поведение на более позднем этапе. А вот на более раннем этапе выступают различные фигуры родителей, родных, друзей, близких, случайных людей, которые достигли вас в «нужный» момент. Ну, яркий пример, который я мог бы привести вам, звучит так. Ребенок с семьей, ребенок в трех или четырех лет, с семьей, мамой и папой, гуляет по парку. И в парке ему в целом нравится. Но, в какой-то момент, заигравшись, ребенок теряет из виду своих родителей. И, побегав и поискав, он, в общем-то, никого не нашел, расплакался и сел на лавочку, значит, и плачет. Подходит мужчина к нему случайный и присел к нему на горточке строго, значит, сел перед ним на горточке строго говорит, смотря ему в глаза. То есть, мужчина, мужчина не плачет, терпи. И ребенок, думая, что его наказывают родители, таким образом, и так думая, что его наказывают, слыша подобный оператив, по нему понимают, что, чтобы такого не повторилось, он должен терпеть и не должен плакать. И такой человек может 30 лет терпеть, не плакать, не плакать, да, вот, и, в общем-то, не выражать свои чувства. Ну, понятно, что такой человек будет участвовать в треугольнике Карпмана, просто потому что он не будет в полной мере отвечать за себя и за свои чувства. Не будет в полной мере это выражать. Побочным эффектом и побочным явлением такого поведения, это относится и к вам, в том числе, является сублимация ответственности, при которой человек берет повышенную ответственность за других людей. Таким образом, компенсируя, пусть и крайне некачественно пренебрежительное отношение к себе. Вот вы и вините себя, горите себя, пытаетесь спасти своего мужа, только потому что пренебрежительно относитесь сами к себе. И для того, чтобы вам лучше себя чувствовать, необходимо наличие другого человека. Желательно такого человека, которого можно было бы от чего-то спасать, чтобы чувствовать себя в большей степени отношимый, чтобы в большей степени чувствовать себя нужной и так далее. Но вас определяет другой, вас определяет то, как к вам относится другой. И это большая проблема. Большая проблема, в первую очередь, для вам. Ну, потому что вы не свободны. Вот так можно вам ответить. Это все корректируется, это все выправляется, с этим всем, это все прорабатывается. Вопрос только в том, хотите ли вы этого всего. Обратите внимание на то, что вы не задаете вопрос, то есть у вас в тексте нет вопроса, вы не формулируете свой запрос к психологу, вы просто описываете ситуацию, но не формируете запрос. То есть вы не знаете, чего вы хотите от психолога, собственно говоря. Это тоже показатель определенной жертвенности, потому что подсознательно вы оставляете для себя, оставляете для себя, так сказать, путь, оставляете для себя путь отступления, чтобы вот в случае, если, например, в случае чего сказать, что я совсем не брату писала, я совсем не этого хотела, я вообще-то писала о другом, вы меня неправильно поняли и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть в вашем тексте отсутствует такое вот связующее звено с нам, с нам. То есть вы просто поделились своими мыслями, вы просто рассказали свою ситуацию, но вы не сформулировали вопрос. А именно вопрос, именно запрос к психологу, то есть что я хочу получить от обращения к специалистам. И формулирует тот мостик, формирует тот мостик между вами и нами, чтобы мы видели, что мы хотим одного и того же. А так получается, получается, что вы что-то написали, свои мысли. Мы вам поделились, мы с вами поделились своими мыслями. Ну вот я поделился с вами своими мыслями, как мне эта ситуация, как мне эта ситуация видится. Ну и всё. Мы с вами не сотрудничаем. Если бы вы спросили, например, как мне это пережить, допустим, то я бы задал вопрос, что именно пережить. Если бы вы спросили, например, почему у меня такое вот чувство вины перед мужем, или помогите мне разобраться с чувством вины. Это уже был бы вопрос, потому что я бы сказал, что для того, чтобы освободиться от чувства вины, нужно обратить внимание на то-то, 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 то-то и то-то. Если бы вы спросили, вот, я понимаю, что связала свою жизнь с алкоголиком, я понимаю, что по большому счёту, ну вот, мой муж, он, в общем-то, больной человек, и что он лечиться не хотел, и что, да, мне больно, что я его... не спасла, но я понимаю, в общем, что спасти я его однажды, я бы не смогла спасти его на следующий раз, вот. Я хочу разобраться и понять, как я оказалась в отношениях с таким человеком, и что я могу сделать, чтобы больше такого не повторилось. Вот это тоже запрос к специалисту. Знаете, это запрос, то, что вы хотите получить в результате взаимодействия, работы с нами. Такого запроса у вас нет, поэтому вы оставляете, как бы, на наше усмотрение интерпретацию вашего текста, и для себя оставляете лазейки для интеллектуализации наших ответов. В общем-то, продуктивного сотрудничества из этой истории не получится. Поэтому я очень рекомендую вам определиться с запросом, сформулировать его и выбрать себе специалиста для работы над ним. А может, это не задача одной консультации, это задача именно психотерапии, ну, достаточно предложительной, по крайней мере, регулярной, я бы сказал. Вот, потому что здесь у вас несколько проблем, да, это созависимость, это утрапа близкого человека и ваши собственные личностные проблемы. Ответствие личных границ, низкая самооценка, страх одиночества возможно. Вот. Но начните, в первую очередь, с треугольника Картмана и с психологической игры, которая так и называется «Алкоголик». Вот. Изучите. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена самым лучшим образом. Удачи! 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 Продолжение следует...